МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В студии Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. Более 20% от общего объема работ выполнили специалисты на площадке бывшего кинотеатра «Победа» в центральном районе Волгограда. Дом детства на его базе распахнет свои двери для маленьких волгоградцев в 2023 году. Накануне Международного дня защиты детей губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко побывали на месте реконструкции и проинспектировали ход работ. В здании практически завершили работу по демонтажу. Специалисты выявили много скрытых дефектов. Старые деревянные перекрытия меняют на прочные из современных материалов, усиливают стены, укрепляют колонны и оконные проемы. Рабочие приступили к черновой отделке и монтажу инженерных систем. Одновременно ведут реставрационные работы по штукатурке наружных стен. До конца года планируется закрыть контур здания, чтобы подать тепло и продолжить его отделку во время холодов. При работах применяются отечественные материалы, в том числе волгоградского производства. Когда реконструкция на первом этаже обновленного здания завершится, здесь расположат два зрительных зала. Многофункциональный зал, в планах кукольный театр. Определены помещения для театральных студий, мастерских по технике речи, изготовления кукол и многого другого. В рамках десятилетней программы развития Волгограда предусмотрена модернизация еще ряда объектов. В итоге получится масштабная культурно-досуговая просветительская территория. Нужные и полезные подарки для самых маленьких пациентов. Специалисты неонатологического отделения клинической больницы номер 5 каждый день борются за жизни малышей, которые появились на свет раньше срока или родились с серьезными заболеваниями. Врачи дарят шанс на счастливую и здоровую жизнь детям и их родителям. В преддверии Международного дня защиты детей депутаты Волгоградской городской думы вместе с активистами местного отделения «Единой России» передали подарки, которые будут полезны новорожденным и смогут облегчить труд медиков. Крохотный Толя родился чуть меньше месяца назад. Малыш появился на свет раньше срока. И сейчас вместе с мамой набирается сил и готовится к выписке. Дома его ждут еще две сестры и брат. Регистационный срок был 30 недель. Была отслойка плаценты и кровотечение. Достаточно все сложно было, тяжело. Но как бы сейчас реабилитируемся, так сказать, растем, набираем вес, кушаем. Ну, в общем, живем здесь пока. Специалисты отличные, весь персонал вообще очень хороший, все девочки хорошие, все объясняют, рассказывают. Частота идеальна. Окрепнуть и получить шанс на здоровую и полноценную жизнь Толя и многим другим маленьким пациентам помогают специалисты неонатологического отделения клинической больницы номер 5. Здесь оказывают специализированную, в том числе высокотехнологическую помощь новорожденным Волгограда и области. По доброй традиции, депутаты городской думы по Краснооктябрьскому району в преддверии Дня защиты детей пришли в медучреждения с подарками. Для юных пациентов наборы средств по уходу за ребенком, специальные смеси для кормления и термопоты. Это устройство помогает поддерживать постоянную температуру воды. Это очень важно с тем, чтобы облегчить работу медицинской сестры и молочного поста, постовых медицинских сестер, для того, чтобы вскармливать детей, приготовить смеси, давать воду для питья. Депутаты поблагодарили медиков за профессионализм, чуткое и внимательное отношение к маленьким пациентам и их мамам. Прекрасный коллектив, замечательные доктора, истинные профессионалы своего дела. Конечно, это чувствуется с первых минут общения, насколько они погружены в свою тему, насколько они озабочены и с огромным желанием восстановить здоровье наших детишек. Здесь точно знают, что безвыходных ситуаций не бывает. Врачи выхаживают детей с низкой массой тела и различными патологиями. Медики признаются, что каждая выписка для них одновременно и радостное, и волнительное событие. В учреждении работает школа матерей. Такие детки требуют особого ухода, поэтому медики стараются подготовить мам и к периоду, который будет после их выписки. Сотрудники этого учреждения, конечно же, занимаются колоссальной работой. Это, как я сказал, уже гиперответственно. Хотелось бы пожелать, чтобы все дети были здоровы. А если кто-то вдруг оказывается в этом учреждении, конечно же, они, выходя отсюда, были полноценными здоровыми детишками. В настоящий момент на лечении в неонатологическом отделении клинической больницы номер 5 находится 45 малышей. Врачи прикладывают все усилия, чтобы каждый из них рос здоровым и крепким. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 135 человек, в их числе 21 ребенок. В Волгограде заболели 28 человек, в Волжском – 23. В районах области случаи единичные. Полную статистику оперативного штаба вы можете видеть сейчас на ваших экранах. Победить коварную инфекцию удалось 162 жителям региона. А вот статистика смертности, к счастью, уже который день замерла на месте, и за минувшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти. И к другим темам. Не понравилось, как убрала в доме. В Суровикино возбуждено уголовное дело об убийстве 18-летней девушки. 27 мая она направилась в один из домов по улице Луговая, в котором проживал 43-летний местный житель. За денежное вознаграждение девушка помогала ему по хозяйству. В ходе проведения следственных действий следователей следственного отдела, следователей криминалистов регионального управления СКР вместе с сотрудниками уголовного розыска райотдела МВД во взаимодействии с коллегами из областного управления уголовного розыска установили свидетели, которые сообщили сведения о возможной причастности 43-летнего мужчины к исчезновению девушки. Под давлением улик тот признался. Ему не понравилось, как та навела порядок. Нанес ей множественные удары в голову, от которых девушка скончалась. После этого сбросил ее тело в реку. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Когда очистка кармы может обойтись слишком дорого. В городе спутники задержали женщину, которая за круглую сумму пообещала пенсионерке снять с нее порчу. Подробности это и других криминальных историй, произошедших в Волгоградской области в сводке регионального управления МВД. В Светлоярском районе раскрыт угон. Ночью местный житель обнаружил пропажу припаркованного возле подъезда отечественного автомобиля. Машина была найдена разбитой в другом дворе. Инспекторы ДПС установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый местный житель. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы. В Волжском полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве. 48-летняя женщина на улице подошла к пенсионерке и сообщила, что на нее наведена порча. Для проведения обряда излечения она попросила принести деньги. Пенсионерка передала мошеннице более 200 тысяч рублей. Проведя некий ритуал, мошенница отдала пакет с деньгами обратно и сказала не открывать его. Дома, открыв пакет, потерпевшая обнаружила в нем нарезанную бумагу. Возбуждено уголовное дело. Еще одного подозреваемого в мошенничестве оперативники задержали в Пензе. Мужчина предлагал в интернете работу с сиделкой для его матери. Соискателем он направлял список продуктов, которые необходимо купить, и отправлял СМС о переводе денег за эти продукты. Фактически он деньги не перечислял, а затем требовал их обратно. Жертвами преступной схемы стали двое жителей Фроловского района. Подозреваемый сознался в содеянном. Полицейские установили личность водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. 26 мая 40-летний волгоградец на третьей продольной магистрали наехал на 19-летнего пешехода. От полученных травм молодой человек скончался на месте, а водитель уехал, не оказав помощи и не вызвав сотрудников экстренных служб. Оперативники уголовного розыска установили его местонахождение. Возбуждено уголовное дело. За содеянное водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Мастер-классы, творческие встречи, интерактивные игры и консультации. В Центральном парке культуры и отдыха состоялся Open Day фестиваль. Первый фестиваль в регионе, объединяющий абитуриентов и университеты. Представители вузов рассказали о своих факультетах, преподавателях и насыщенной активностями студенческой жизни, чтобы школьники и выпускники сделали правильный, осознанный выбор в пользу будущей профессии. На дни открытых дверей побывала корреспондент Инна Емельянова. Для выпускников школ конец мая и начало июня – время особенное. Экзамены, последний звонок, поступление в вузы и СУЗы. Многие старшеклассники еще сами не знают, чем хотели бы заниматься в жизни. Помочь ребятам решить непростую задачу, какой профессии посвятить свою жизнь, ребятам помогает фестиваль «День открытых дверей». Именно здесь у будущих и нынешних абитуриентов есть возможность ознакомиться с компетенциями и корпоративными правилами учебных заведений, а также в неформальной обстановке пообщаться с преподавателями и студентами вузов. В этом году Open Day Festival состоялся во второй раз. И если в 2021-м площадке развернули 10 образовательных учреждений, то в этом году участников в два раза больше. Организаторы подготовили для школьников яркую и насыщенную программу. Мы пригласили в этом году не только высшие учебные заведения, но и среднеспециальные колледжи, техникумы. Сегодня на площадке парка представлены спортивные тренировки, мастер-классы, выставки, презентации учебных заведений. Также партнерские зоны, это частные учебные заведения и заведения дополнительного образования. Студенты и педагоги провели для старшеклассников и выпускников лекции, мастер-классы, различные квесты, а также рассказали о кафедрах, факультетах и о насыщенной активностями университетской жизни. Они посмотрят, на самом деле, как здорово учиться в нашем ВУЗе, какие есть возможности для них, для развития их творческой личности, такого активного потенциала, проявлять себя и в дальнейшем также быть активными членами не только ВУЗа, но и потом в дальнейшем всей страны. От оперативно-розыскной деятельности до гостиничного дела и технологий пищевых производств. Академический колледж Волгограда обучает специалистов по 14 направлениям. На площадке СУЗа любой желающий смог узнать условия поступления и ознакомиться с профессиональными перспективами. Конечно, мы рассчитываем встретить в своих стенах уже в этом учебном году, который нам предстоит, как можно больше ребят из нашего региона. Наша задача их оставить здесь и ни в коем случае, чтобы они не уезжали из нашего любимого города. Волгоградский технический колледж представил дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику. На этих машинах и предстоит работать будущим аграриям и строителям магистралей. Гости фестиваля смогли не только посмотреть, но и даже посидеть в кабинах. Студенты приходят охотно, с желанием. Интересно, техника сейчас современная, все новое, все на кнопках, по-современному все. Сейчас кондиционером приятно работать. Школьников, выпускников познакомим с техникой. Что будет интересным, то расскажем им. Ученики 9-х и 10-х классов смогли определить свои профессиональные интересы и выбрать направление обучения благодаря профориентационной дистанции. Сначала ребята прошли тестирование, затем узнали об интересных профессиях от представителей топовых компаний региона. Узнать, чем занимаются, какие условия для работы существуют. Дальше идет тестирование от наших партнеров максимум, которые помогают ребятам на высокий балл сдавать ЕГЭ. И когда все 5 станций пройдены, ребята получают возможность получить доступ к бесплатной стажировке в компаниях-партнеров. День открытых дверей собрал в Центральном парке культуры и отдыха больше 600 студентов и около полторы тысячи абитуриентов. Знать поподробнее информацию о вузах, о колледжах, куда поступать, чтобы они верно сориентировали. Уже с некоторыми пообщались, много узнали, дали буклетики. В принципе, все хорошо. А в завершении фестиваля волгоградские школьники и выпускники отдохнули на пенной вечеринке, увидели лазерное шоу, а также полюбовались изделиями мастеров народного творчества, представленных на ярмарке. Инна Емельянова, Александр Шишин. Время новостей. Жители поселка ГЭС в Тракторозаводском районе на минувших выходных прогулялись по необычному творческому проспекту. Акция с концертом и мастер-классами стала завершением проекта «Нарисовать мечту». О том, что это за проект, кто его создавал и для чего, расскажем в нашем материале. Песни, танцы, интерактивные площадки на Творческом проспекте не скучны ни взрослым, ни детям. Мне понравилось особенно делать вертушку, которую я дала ей младшей сестре. Мы сделали мастер-классы, вертушки, бабочек из оригами, еще нарисовали картины, посмотрели концерт. Для самых юных гостей работала зона мега-раскраски «Яркий город». Любой желающий мог присоединиться к пленеру «Рисую мечту». Изготовить открытку в технике «Гротаж», процарапывая залитую гуашью бумагу, оценить выставку рисунков воспитанников подростково-молодежного клуба «Заря». Здешняя детвора развивает способности в различных творческих направлениях. Нам праздник очень понравился, да, дочь? Ходим в подростковый клуб «Заря», занимаемся танцами уже второй год. Ребенку очень нравится, очень хороший руководитель, выступать ездили, вот сегодня еще выступили, ребенок счастлив, мама тоже. Задумка была, интересно раскрасить стену с интересными рисунками, и мы решили сделать это в таком стиле. Я люблю рисовать натюрморды, картины у меня достаточно много. Я рисую карандашом и красками. Творческий проспект стал итоговой акцией проекта «Нарисовать мечту», который победил в конкурсе социальных программ и получил грант на реализацию. Волонтеры и воспитанники подростково-молодежного клуба «Заря» высадили на прилегающей территории кустарники, можжевельник, гортензию, барбарис, пире, дерн, бересклет, а стены учреждения украсили экологичным граффити. Это был их эскиз. Они именно хотели на этой стене увидеть вот такие прекрасные цветущие деревья, яркие краски. И сегодня праздник, наш праздник является итоговым мероприятием данного проекта. Он проходит не случайно, он проходит в рамках Дня защиты детей, когда именно, опять-таки, воспитанники нашего учреждения смогли выступить и подарить всем прекрасное настроение. Молодежно-подростковый клуб «Заря» на улице Героев Шипки посещают более 150 юных жителей поселка Гэс. Самые популярные творческие занятия – рисование и танцы. Ирина Абрамова, Андрей Терсанов, «Время новостей». Быстрее, выше, дальше – это легкоатлетическое многоборье для юных спортсменов. В Волгограде стартовало открытое первенство города-героя по легкой атлетике. Более 500 воспитанников спортивных школ со всех уголков региона старались победить, выступая на стадионе «Зенит». Все они стремились доказать – спорт – лучший друг молодежи. Подробности у Матвея Шиповского. Яркая, солнечная, по-настоящему летняя погода. Искренние улыбки и бодрый соревновательный дух. Более 500 мальчишек и девчонок, приверженцев королевы спорта, вышли на старт ежегодных соревнований ко Дню защиты детей. Прыжки в длину и высоту, метание ядра, а также забеги на различные дистанции от 60 до 1000 метров – дисциплины, в которых предстояло состязаться юным спортсменам. Ребята выложились на полную, ведь с трибун за них болели самые близкие люди. Болеем мы за доченькой своей, Эвелина Янина. Она у нас на таких крупных соревнованиях, ну не первый раз, но годом мы помладше. Но вот, воспользуясь моментом, с удовольствием приехали посоревноваться. Хотя участники соревнований еще юны, самому старшему нет и 14-ти, их спортивные настрои и навыки говорят сами за себя. Все воспитанники спортивных школ Волгограда и области стараются доказать свое преимущество в скорости, воле к победе, а также желание отстоять честь родной кузницы чемпионов. Из Михайловки привезли вот одного толкателя ядра, маленького двух, девочек, бегуня. Это только от меня, у нас еще два представителя, и то есть в итоге у нас 29 человек. Хочется в призы, конечно. А так вообще сильных ребят отобрали и привезли. Как и в любом спорте, победить удалось не всем. Но участие в таких масштабных соревнованиях уже успех. Юные атлеты почувствовали дух борьбы и испытали свои силы против сверстников со всех уголков Волгоградской области. И они делают первые шаги. Мы надеемся, что здесь сегодня мы увидим новых будущих звезд королевы спорта. Надеюсь, что победят самые сильнейшие, самые талантливые и по достоинству будут оценены и награждены. Организаторы стартов, сотрудники комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, коллективы спортивной школы Олимпийского резерва номер 10, а также физкультурно-спортивного общества профсоюзов России. Ты понимаешь, что это большая такая движущая сила, которая мотивирует и меня, как взрослого, тоже поучаствовать и пробежать дистанцию, не отставать от молодежи, быть примерами для них. Чтобы дети развивались через спорт, были сильными и могли защитить и сами себя, и уже, наверное, тех, кто в этом нуждается. Финальные этапы традиционного открытого первенства Волгограда по легкой атлетике пройдут 31 мая. Победители и призеров ждут грамоты, медали и ценные призы. Матвей Шиповсков, Андрей Кирсанов. Время новостей. К этому часу у меня все новости и итоги дня подведем в 20.00. До встречи. Сегодня в Волгограде ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 30 градусов.